программа игра в классике программа о людях которые играют в игры об играх в которые играют люди говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседен добрый вечер 6 июня исполнилось ровно 225 лет красивая цифра со дня рождения александра сергеевича пушкина фанфара от гремелья торжественные речи произнесены но в общем мероприятие такое что ясное дело мимо него не пройдешь ну дата обязывает что называется юбилей пушкина говорить что-то надо желательно интересная умная но по факту что говорить о пушкине знаете столько написано столько сказано подлинного и выдуманного умного и не очень что знаете иногда в этом всем утонуть можно ведь если кто-то в нашей стране даже в нашей цивилизации если угодно кто-то известнее пушкина юрий гагарин александр суворов кто вот свое время в 2008 году был такой проект такой конкурс имя россия имя россии и вот там определяли ну какая персона наиболее ассоциируется связано с россией победили в том конкурсе александр невский и александр пушкин ну а кто еще спрашивается и вот такое многословие относительно пушкина рождает логичное желание сказать об александр сергеевич и что-нибудь предельно оригинальное ну вот так например поступил мой старший товарищ эдуард лимонов своей книге священный монстр книга на самом деле замечательная рекомендую ее к прочтению это книга великих такие с о великих и просто известных людях там лена не достоевском гагарине монро жены и так далее и так далее но вот с и открывающие этот сборник пушкин поэт с календарей ну честно сказать она довольно беспомощные местами даже глупо ну на мой взгляд ровно по той причине что лимонов как бы решил шокировать удивить своим оригинальным прочтением видением александра сергеевич вот 20 числах мая я побывал на колоссальном мероприятии литературный флагман россии мероприятие проходило в казани очень насыщенная программа организатором выступил российский книжный союз и вот президент российского книжного союза сергей вадимович степашин выступая на пленарном заседании вспомнил что как раз таки на времена когда он был премьер-министром пришлось празднование 200-летия со дня рождения пушкина дата феноменальна и вот так называемые спичрайтеры значит написали там тексты мысли но сергей вадимович прочитав все это решил читать стихи вместо торжественных слов и на мой взгляд это правильное решение ну что тут еще ведь сделаешь да можно ли в принципе сказать что-то об александр сергеевич и что-то новое совершенно полное свежая ну например после того как на секундочку речь о нем ту самую речь произнес федор михайлович достоев вот что тут скажешь после да я конечно говорю о той самой знаменитой пушкинская речь опубликована на дневнике писателя ну на мой взгляд это не просто речь о поэте о россии о литературе нет это действительно манифест русской цивилизации русского народа и перечитывать прежде всего верхам эту пушкинскую речь достоевского надо ну минимум раз год мечты мечты вот сколь точно там все сказано сколь верно ну например об отзывчивости русского человека до берущего лучшее оттуда и превращающего его свое подлинно свое вот пушкин говорит достоевский лишь один изо всех мировых поэтов обладающий свойством перевоплощаться во вполне чужую национальность это очень точно подмечено ведь действительно пушкин смог взять лучше лучшее со всего мира да сделать это русским своим настоящим фундаментальным основополагающим то есть он сделал классику мировую классику русской а русскую классику мировой вот формула мировую классику он сделал русской а русскую классику мировой то есть именно пушкин именно пушкин заложил фундамент абсолютного подчерки абсолютного величия русской литературы, сильнейший, мощнейший в мире. Конечно, не он начал ее. И до него были великие. Разве плохо Боротынский? Нет, конечно. Но именно Пушкин стал одновременно и точкой сборки, и точкой отсчета великой русской литературы. И вот когда я говорю все это, то ни в коем разе уважаемый зритель, нельзя забывать, что русская литература при всем своем величии, она ведь очень молодая. Смотрите, между днем рождения 1799 год Александра Сергеевича Пушкина и днем рождения год 1899 Андрея Платоновича Платонова всего 100 лет. Ну, сколько много входит в этот век. И Лермонтов, и Достоевский, и Толстой, и Гончаров, и Тургенев и так далее, и так далее. Священные монстры, действительно. Но, за счет чего достигнуто такое величие? За счет чего такой эффект? А вот во многом благодаря той самой мировой отзывчивости. Умению, таланту, таланту, отовсюду брать лучшее и делать его своим. Вот почему, к слову, в качестве второго имени я назвал Андрея Платоновича Платонова? Во-первых, чтобы задать, обозначить столетия великой русской литературы. Ну, а во-вторых, Платонов был одним из немногих, кто действительно создал свой язык. Повторить, воспроизвести, который невозможно. А ведь писатель это в первую очередь язык. Всегда и везде. Однако, Александр Сергеевич Пушкин, он пошел еще дальше. Он создал язык, создал язык, на котором мы говорим до сих пор. Вы только представьте. Ну, или так, пытаемся говорить. Я не знаю, давно ли вы читали, перечитывали прозу Пушкина, там, Станционный Смотритель, Капитанская Дочка, Повести Белкина. Может быть, для кого-то это так, знаете, просто произведение школьной программы. Но вы потратьте хотя бы там 20-30 минут, просто откройте, почитайте эти произведения и думайте при этом, что написано это там 200 лет назад. Но какой язык? Свежий. Искрящийся, живой, настоящий, он абсолютно современен. Это эталон. И в этом, в этом абсолютное пушкинское величие прежде всего. Создать то, что другим в принципе было не подвластно и сделать общедоступным. Вот Николай Васильевич Гоголь, к слову этому гению, тоже помог Пушкин, когда-то написал о русском языке живой как жизнь. Позднее Корней Чуковский назвал так книгу о русском языке обязательно к прочтению, замечательная книга, живой как жизнь. Это очень точно. Ведь и Пушкин, он тоже живой как жизнь. Он бессмертен и вечен. И дело тут не в многочисленных памятниках, там переизданиях, собраниях сочинений, в пушкинской большой истории. Нет. Дело тут прежде всего в том, что именно Пушкин во многом или отчасти, тут пусть каждый сам определится, но именно он и есть. Пушкин и есть тот самый русский язык. Он как бы заключает его в себе. Мы говорим как Пушкин, и мы говорим с Пушкиным и на Пушкине. Ведь что есть язык? Что есть язык? Сейчас я скажу очень на самом деле сложную, сложную сочиненную мысль, но максимально просто, упрощаю. Язык, по сути, это и есть мы сами. Это и есть мы. То есть язык, он программирует реальность, создает все вокруг. Понимаете, в чем мысль? То есть как бы называя то или иное, давая имена, мы и формируем эту реальность. Вот на этот счет я вспомнил строчки великого испанского поэта Хименеса. Остаются навеки одни имена. Не любовь, а любви строка, не цветок, название цветка. У любви цветка жизнь бессмертия, когда им даны имена. Ведь Пушкин во многом и есть создатель русского языка. Да, пусть в этом будет некое такое преувеличение, поэтическое, но суть, суть именно в этом. И в то же время Пушкин создатель русского национального кода. Единой системы координат, если угодно. Вот, пожалуйста, просто на секунду, на минуту, на мгновение представьте, что не было в нашей жизни Александра Сергеевича Пушкина. Какой бы тогда оказалась Россия? Ну, импульсивно, знаете, самые такие бодрые воскликнут. Да не было бы вообще никакой России. Нет, конечно, была бы. Но вы поймите, она была бы совершенно иной. Какой? Предсказать невозможно. Но эта Россия, та, которая у нас есть, в ее лучших проявлениях, в лучших проявлениях сформулирована и сформирована именно Александром Сергеевичем Пушкиным. Потому что он, повторюсь еще раз, прописал наш национальный код. Он сделал это через свои произведения и задал ту самую единую систему координат. Он сделал это пушкинским языком, а по факту русским языком. То есть ими мы программируем мир вокруг. Мы даем имена и воспроизводим их в сознании. Повторюсь, речь тут не только о литературе, а о единой системе координат. Ведь смотрите, когда я говорю «Мой дядя самых честных правил, я помню чудное мгновение» и так далее, да, и собеседник меня понимает, значит мы существуем в одной единой системе координат, пушкинской, русской системе координат. Это нас в первую очередь и что? Объединяет. Поэтому фраза «Пушкин наше все» это фраза абсолютно справедлива. А я бы так сказал, Пушкин это и наше все, и наше везде, потому что все вокруг пропитано Пушкиным. Опять же, прав был Гоголь, когда он написал, «Пушкин есть явление чрезвычайное, и может быть единственное, единственное явление русского духа, это русский человек в его развитии, в каком он может быть явится через 200 лет». Блестяще. То есть явится через 200 лет с тех времен, то есть он должен явиться совсем скоро, этот русский человек. Ну конечно, к сожалению, глядя вокруг на людей, на события, я совсем не уверен, что Гоголь был пророчески прав. Скорее наоборот. Но во всяком случае это точно. Пушкин дал всем нам шанс, дал программу, дал установку, показал нам путь. Ну а как мы будем идти по нему, то уже наш выбор и наша задача. Ну и на этот счет я закончу строчками Александра Сергеевича. Вы все их знаете. «Я вижу некий свет, сказал я наконец. Иди ж», он продолжал, «держись, сего ты света, пусть будет он тебе единственная мета, пока ты тесных врат спасения не достиг. Ступай». И я бежать пустился в тот же миг. Это была программа «Игра в классике пушкинский выпуск. Меня зовут Платон Беседин. Берегите себя, своих близких и помните, жизнь только подражает литературе. Удачи вам, любви, мира и терпения. Перечитайте сегодня Александра Сергеевича Пушкина. Редактор субтитров Корректор А. Редактор субтитров Корректор А.